Ни холода, ни предостережения Роспотребнадзора не остановили челябинцев. Несколько сотен человек встали в очередь, чтобы погрузиться в священную воду и смыть грехи. Только за ночь в Иордании окунулись больше двух с половиной тысяч жителей Южноуральской столицы. Днем к священным купилям паломничество не прекращалось. На озеро Смолино приезжали семьями. Одни за поддержкой, другие за острыми ощущениями. Всего в городе действовало пять официальных купелей на озере Первом, Шершнях и Смолино. Для купающихся создали все условия. Теплые палатки, горячий чай, безопасность. Последнюю обеспечивали сотрудники Росгвардии и МЧС. Дежурили по сменам. По двенадцать часов. Человеку плохо. Во-первых, оказываем первую медицинскую помощь. Пытаемся с купею вынести и вызвать медицинских работников. Но в спорткомплексе ЮРГУ в этот день провели традиционный праздничный молебен и благословили преподавательские и тренерские составы. Мы прекрасно понимаем, что сейчас, наверное, сегодня очень важно как раз еще и еще раз подчеркнуть, что вот этот характер праздника, освещающий все. И здесь, пусть это даже, так сказать, источник воды закрытый, но мы в любом случае сегодня здесь для того, чтобы благословить спортсменов, для того, чтобы поддержать тех, кто трудится ради подготовки нашего молодого поколения. И сегодня же в Челябинской области стартовали посткрещенские субботники. Продлятся они до 24 января. Принять участие в уборке Министерства экологии призывают всех желающих. Вячеслав Ватутин, Владислав Шишмаренков, Урал-1.